7 января 1598 года в Московском Кремле скончался раб Божий Фёдор Иванович, великий князь московский и царь всея Руси. За время правления последнего из прямых Рюриковичей знаменательных событий произошло немало. Были основаны города Самара, Саратов, Царицын, ныне Волгоград, Воронеж, Архангельск, Тобольск, Сургут. Завершена очередная русско-шведская война, по итогам которой России возвращен был выход в Балтийское море по линии Копорья-Ям. Немало получается достойных дел было им сотворено, однако запомнился царь Фёдор не этим. Главная память о нём и сейчас стоит на Ивановской площади Московского Кремля и имя ей – царь-пушка. В 1586 году по высочайшему повелению начались работы по созданию грандиозной пушки. Историки до сих пор бьются над причиной такого необычного шага, но большая часть склоняется к мнению, что орудие создавалось для произведения внешнего эффекта на иностранных послов. Мол, смотрите, на что мы способны. Жахнем так, что мало не покажется. Но если более серьёзно, то пушка была призвана засвидетельствовать рост мощи государства российского, как промышленной, так и военной. И, конечно, возвеличивала властвующего государя. А был Фёдор Иванович, по свидетельствам современников, весьма неказист физически и нраву кроткого. Производством руководил литейных дел мастер Андрей Чохов, знаменитый русский литейщик, создатель большого количества пушек и церковных колоколов. Одним из сохранившихся примеров уникальности творчества являются осадные пищали Чохова. Работы по отливке проводились на московском пушечном дворе, ныне район Лубянской площади, в течение нескольких месяцев. Основным материалом для производства была бронза. По технологии производства орудия вполне соответствовало принятым на тот период времени стандартам, только больше. Гораздо больше. Готовое сверхорудие с помощью 200 лошадей приволокли на Красную площадь Кремля для демонстрации государю. Ствол пушки был искусно украшен изображением Фёдора Ивановича при всех царских регалиях и верхом на коне. Кроме того, узоры идут по всей окружности ствола в виде вязи. Стреляла ли гигантская пушка при демонстрации, свидетельств не сохранилось, а учитывая кроткий нрав царя Фёдора, скорее всего нет. На стволе также имеется посвящение царице Ирине Фёдоровне Годуновой, супруге царя Фёдора, и упоминание о том, что делал монстра летец Чёхов. По одной из версий, в связи с наличием изображения царя, пушку так и нарекли «царь-пушка». По второй версии, название связано прежде всего с размерами произведения пушечных мастеров и летейщиков средневековой Руси. Другим названием орудие было дробовик, так как предназначалось оно для стрельбы мелкими снарядами, дробом – каменная или металлическая некалиброванная картечь. Налюбовавшись вдоволь, пушку водрузили на деревянный раскат – лафет и поставили на боевое дежурство у стен Кремля напротив современного ГУМа. Там она стояла почти целый век. Разок попытались применить орудие против наскочивших татархана Козыгирея, но те не рискнули приблизиться на расстояние эффективной стрельбы и выстрел сорвался. Впоследствии уже при Петре Алексеевиче Романове в 1706 году, собравшись силами, пушку отволокли во двор кремлевского арсенала и долгое время всей страной восхищались мастерством оружейников и поражались размерами, а также демонстрировали заморским гостям. В 1835 году для пушки был отлит новый чугунный лафет проект Академика Брюлова и декоративные ядра весом приблизительно по две тонны каждая. Перекатили ее тогда к оружейной плате, где были выставлены на обозрение и другие образцы орудий. В 60-х годах прошлого столетия царь-пушку наконец водрузили на то место, где она по сей день и стоит, у колокольни Ивана Великого. Или не совсем на то, так как уже в 70-е годы орудия отправляли на реставрацию в Серпухов, где снабдили новым декоративным лафетом и возвратили на место в 1980 году. Если говорить о царь-пушке языком оружейников, то это прежде всего боевое орудие типа бомбарды, предназначавшееся для стрельбы по настильной или навесной траектории. Зарядом служил мелкий дроп общим весом до 800 кг. Запального отверстия у царь-пушки нет, хотя и имеется площадка для него. Выстрел мог производиться только при запале со стороны ствола, для этого со стороны дульного среза в пороховую камеру вводился запальный шнур. Общий вес артиллерийского монстра составляет около 39 тонн 312 кг, длина ствола 5 метров 34 сантиметра, калибр 890 мм. Есть несколько мнений, стреляла ли царь-пушка за свою многовековую историю. При проведении реставрационных работ в Серпухове по царапинам эксперты артиллерийской академии имени Дзержинского сделали вывод, что из пушки палили как минимум один раз. У историка Льва Николаевича Гумилёва есть упоминание, что прах Лжедмитрия I развеяли посредством выстрела из легендарного орудия. Однако существуют и сторонники версии о том, что из пушки ни разу не выстрелили. В качестве доказательства указываются неповрежденные следы отливки внутри ствола. Царь-пушка занимает почётное место среди всемирных рекордсменов книги Гиннесса как орудия самого большого калибра. В 2001 году в городе Оружеников-Ижевске по заказу правительству Российской Федерации были изготовлены две копии этого символа артиллерийской доблести с практически точным соблюдением основных параметров. Один экземпляр торжественно подарили тогда украинскому городу Донецку, где установили возле здания мэрии. Вторая реплика украшает собой территорию завода Ижсталь в Ижевске. В Ёжкар-Але на площади Оболенского-Нагадкова стоит относительно небольшая копия весом 12 тонн. Также оформление орудия не соответствует оригиналу, нет ряда узоров на стволе, другие изменены, декоративные ядра тоже значительно меньше оригинальных. Пушка была пригодна для стрельбы, поэтому ствол законопатели специальным ядром. Но самый интересный царь-пушка находится в музее под открытым небом Мотовилихинского завода в городе Перми. Настоящая боевая корабельная мортира, созданная в 1868 году для обороны Санкт-Петербурга с фортов Кронштадта. Вес орудия с лафетом 144 тонны, калибр 508 мм. Но, успешно пройдя артиллерийские испытания, орудие так и не заступило на боевое дежурство. За время испытаний и демонстрации в 1873 году в Вене, оно успело технически устареть после создания крупом завода для заряжания орудий с казенной части. По указу царя Александра II, пушку сохранили как музейный экспонат. В заключении нашего сегодняшнего повествования можно сказать, что в настоящее время особого значения не имеет, для чего именно была создана царь-пушка. Главное то, что она является красноречивым символом многовековой военной и промышленной мощи России, бронзовым воплощением боевого духа русского народа. На этом пока все еще больше интересных фактов, мы постараемся предложить вашему вниманию в наших следующих выпусках. Субтитры создавал DimaTorzok